Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семя на чемоданах. С вами я, Славян. Сегодня нас ждет очень крутой выпуск, потому что мы отправимся в морское путешествие на Сапах. Гершим вопрос с деньгами необычным путем, а еще сходим снова на Химеру. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Едем пробовать обналиваться через карту. Так, вот нам нужен Денис Банк. Напомню, я с короны выводил. И на карту Влада попробовали закинуть. Почти на всех банкоматах есть наклейка МИР, но нигде МИР карты уже не принимает. Есть еще трое, это турецкая система. Работает только в Турции, но у нас этой карты пока тоже нет. Что, не дал? Ну вот, в общем, пытаемся снять 8. Пишет, кэша нету. Три тоже уже нету. Три нету? А может, он по рублю такую хочет давать? Прикольно. Так, в общем, получается, снимаем теперь через Халк. Во. Кэшью. Сейчас посмотрим, какая комиссия. 12.55 с 1000 лир берет комиссию. В целом хоть что-то. Сняли только пятерку, потому что на карте есть лимит 5000 лир в сутки. Надуваем сейчас каяку трехместную. Саборт уже готов. И отправляемся сегодня прямо в морское путешествие на другой пляж. Почти получилось это сделать. Единственное, что сидушки местами перепутали. А так все, готово. Планируем сюда уместиться вчетвером. Надеюсь, получится. Настенка, в общем, остается вместе с Мирончиком. А мы всей большой командой уплываем. Но Настенка потом плывет одна на сапе. Она говорит, я хочу плыть на сапе. Ну, собственно. Окей. Все, мы начинаем путь. Несем каяк. Плюс еще и сап. Слушайте, каяк, конечно, тяжеленький. Родик, вот это все на место убери. Тапочки твои. Точнее, к собой бери. Так, плавники одели. Это был прям последний штрих. Ты с детьми? Да. Да. Все, сейчас отправляемся. У нас отдыхают здесь наши зрители. Я их уже показывал. Я решил к ним подойти и попросить доску. Они нам дали, поэтому мы вот таким прям аж тремя лодками отправляемся. Короче, теперь плывем свободно. Я думаю, что уже у всех наших зрителей есть карта Тинькофф Плэг. Но если вдруг у вас ее нету, то я оставлю ссылочку в описании под этим видеороликом. Обязательно оформите. Для тех, кто не в курсе, тратя по ней деньги, вы можете зарабатывать. Как, спросите вы? Во-первых, вам по моей ссылке будут начисляться повышенные кэшбэки. Ну, то есть, вы сходили в магазин, например, потратили тысячу рублей, 100 рублей вам обратно вернулось. Каждый день, каждый день и в конце месяца неплохая сумма. Плюс ко всему вам будет начисляться процент на остаток. Что это такое? Лежит у вас определенная сумма под конец месяца. Банк это видит и хлопс вам закидывает определенный процент. Также там есть очень крутой инструмент, которым я очень люблю пользоваться. Точнее, я им активно пользовался в России. Здесь карты не работают. Это инвесткопилка. Что это такое? Идете вы в магазин, ставите себе округление до, например, либо 50 рублей, либо до 100 рублей. И очень-очень незаметно вы копите и в конце месяца смотрите, а у вас приличная сумма есть в инвесткопилочке. Это очень клево. Помимо вышесказанного, вы получаете пожизненное бесплатное обслуживание только по моей ссылочке. Ссылка там, переходите, оформляйте, если у кого-то нет. А кто, кстати, уже оформил, не забудьте сделать все условия. Там они простые. Вам нужно получить карту и потратить первые 300 рублей. Не забывайте. У меня, на самом деле, очень серьезное задание, потому что я полностью ответственный за детей. И их двое здесь. Темочка, у меня штурман спереди сидит. Ребята сбрасывают свои сапы на воду. Это сапборд подписчиков, я уже сказал, наших. Прям вообще им респект. И смотрите этот видеоролик. Конечно, красота. Сапборд один, ребят. Хочу показать вам глубину. Здесь очень серьезная глубина уже, на самом деле, и вода прозрачная. Какой маршрут? Мы отправляемся вот за вот эти вот скалы туда, на пляж. Надеюсь, у нас получится. Мы, на самом деле, взяли с собой слив на перекус, водичку. Взяли колоночку, музыку. И сейчас отправимся. Двигаемся. Влад впереди. Наташа догоняет. Ну, а мы с детьми под музычку. Прям все как надо. Да, Тема? Ну-ка, держи вот так вот. Смотри, неверонично. Вот так вот. Так, мы плывем, плывем, делаем небольшие остановочки. Вот, например, как сейчас, потому что действительно хочется поснимать. Как всегда, отправляешься в какое-то плавание, что-то да забудешь. Вот Влад забыл маску, я забыл крепление на голову от GoPro, но, тем не менее, все равно, не расстраиваемся. Двигаемся дальше, мы становимся все ближе и ближе к этой скале. Да, здесь можно плыть прям вдоль этой скалы. Красота. Тут невероятное, ребята. Слушайте, в каяке, кстати, вот я только сейчас это понял, самое главное, правильно настроить весло, чтобы руки не уставали. То есть, вот это и вот эту часть, здесь она вот так расстегивается, крутится и регулируется. Да, можно, мы там не пойдем, там скалы. Вообще, можно вон там вот пройтись, но там очень сильные скалы, можно зацепить либо сап, порвать, либо каяку, поэтому рисковать не будем. Продолжаем плыть вот так вот в округе, а я все хочу покорить вот этот остров скальный, но я так понял, что не получится. Потому что везде очень крутые обрывы, если только где-то прям скала лазить, засверливаться. В целом, в общем, в общем, не получится у меня, походу, это. Посмотрите, как мы близко к этой скале, цвет воды и ее прозрачности. Здесь скальный рельеф, потрясающе. Вот мы сейчас будем ее полностью так вот огибать. Никто не знает, что тут. Эти? А вы знаете хоть что-то про Бермудский треугольник? Мы плывем. Кое-как установил камеру, так, чтобы можно было это делать. Классно. Вести съемку, Темочка немножко придерживает. И, собственно, мы проходим эту скалу. Смотрите, какая красота. Такой контент у нас впервые на канале, где мы вот так вот на каяке преодолеваем скалу и заплываем в бухту. Здесь, кстати, волны. И нас прям раскачивает. Это бухта. Гляньте, какая красота. В предыдущем выпуске мы ходили сюда пешком с Владом. А сегодня вот так вот невероятная красота. Пару деревьев, точнее, не пару. Единственное дерево, посмотрите, на вершине растет. Сосна из скалы. Вода синего цвета. Вот прям такая прозрачная. Даже голубая. Я пытаюсь веслон достать до камня, и не получается. Видимо, все-таки здесь действительно приличная глубина. Ах, валдеть. Как же классно так. А? Как же классно. Ой, ребята, красота просто не нравится. Как вы, дети? Нравится? Нормально. Я в багажнике. Да. Мы прям подходим уже вплотную к этой скале. Здесь волна усиливается. Прям плотно-плотно подходить не будем. Надо отгребсти отсюда. Развернуть каяк. Я хочу вам показать прозрачности цвет. На этой стороне я тоже уже с дрона показывал, летал, что цвет здесь воды совершенно другой. Красота. А вот это плюсик. Это прям топчик. Это путешествие на каяки по морю. Это тоже классно, да, Тём? Роди, как тебе? Кира, ты как? Нормально. Нормально? Я в багажнике. А я на камушке снизу. Да, я пытался достать, не получилось. Веслон. Там помельче, значит. Смотрите, прозрачность. Камень. Попробуем до него достать. Вот я достал. Вот, смотри, я не достаю. Ты далеко уже от него. А, от него ушел, от него, да? Смотрите, смотрите, цвет. Достал? Красота. Сейчас пойдем преодолевать следующую бухту. Вот сюда, вот за песковой. Маленький затончик, там маленький прям пляж. Можешь там искупаться. О, давай. Вот он проход, про который я говорил. Мы вот здесь пешком проходили. А мы плывем сейчас в те вот бухточки. Хотим искупаться, здесь есть небольшой пляж. Этот выпуск точно заслуживает лайка обязательно. Ну, а если будете в таких местах, то обязательно попробуйте тоже покататься. Да, Тёмик? Да. Нравится? Да. А мне, я покажу. А что? Вот, смотри, сейчас под это. Мы опять приближаемся к скале. Здесь нереальнейший цвет воды. Безумный просто. Да, 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 я гребу. Так вот она здесь то же самое. Посмотрите, какая круто тень. Посмотрите, какая прозрачность. Какая прозрачность. Я не знаю, какая здесь глубина, конечно, но прозрачность. Прозрачность нереальная. Я такого ещё не видел. Как здорово, что мои дети это видят так рано. Да, Тёмик? Да. Мы сейчас подумываем оставить лодки и вот здесь вот с этого камня попрыгать. Надеюсь, получится. Здесь вот, смотри, какой свет воды здесь. Прозрачность прозрачность. Прям возле какого камня мы проходим? Это адский камень. Вот это да. Папа, это адский камень, как Майнкрафт. Булыжники огромнейшие. Будем прыгать со скалы. Думаешь, глубина нормальная? Да, вот здесь можно. Ну, давай попробуем. Да, я прыгну. Потом ты есть. Давай. Да, до скала. Смотрите, насколько прозрачная вода и сколько здесь мусора. Причём такое ощущение, что его перемололи через какую-то мясорубку. И вот он сюда весь прибивается. И желание нырять, конечно, резко пропало. Так. Двигаемся вдоль скалы. Проплываем. А вот здесь вот, вот здесь уже вода чистая. То есть вот здесь уже можно смело окунуться. Нет ни единого мусора. Как-то вот местом оно было. А здесь вообще красота. Невероятная. Ну, вот наша задача сейчас огибать вот эту вот скалу. Вон она. Ни хрена так загнулась, знаешь, что ничего не видно. Кто баб? Это Наташа. Нифига себе. Потеряли, короче, Наташу. Она легла на сад и вообще не видно её. Ух, как нас волны-то трясут. Там тоже черепаха. Что она уходит? Ну, там черепаха уехала. Она была. О, посмотрите какая. Не, 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 ребята, это делать нельзя. Мне не до бог перевернётся. Ты что? Родь, это море? Так же, как и с горами, шутки плохи. Ты что? Нельзя шутить ни с морем, ни... Можно просто посидеть и не болтать. Просто посидеть. Вот ещё булыжник с этой стороны от холода. Заходим за эту потрясающую скалу. Посмотрите. Ой, вот это нас... Вот это нас качает. Неплохо, да? Да. Здесь вот можно заметить по следам на скалах вот это чёрное всё. Здесь когда шторм, волны доходят вот до вот этой всей черноты. Ой, кто-то с маской там плавает, его без слом бы не зацепить. А кто, папа, откуда вообще здесь папа? Ну, там пляж, наверное. Вон, видите, плывёт в воде кто-то. И нас не видит, между прочим. Опасно. Так, мы заходим в бухту. Опасно плывёт, а? Ай. Откуда он вообще здесь взялся, папа? Посмотрите, в какую красоту мы сейчас заходим. Там галька. Не песочек. Мы там пляжки будем пляжки. Смотрите, у нас в скале здесь пещера. Влад, туда начал заплывать. Я не знаю. Пойдём ли туда? Мы? Пойдём. Ну, это, конечно, жёстко, слушайте. Учитывая, что... Я таких-то пещер будешь, а тут такая водная. Ой-ой-ой. Так. Так. Попробуем хотя бы подплыть туда. Легонечко. Нет. В этой стороне нету. Так, чё-то не пошёл. Влад, подищё. Влад вон пытается в пещеру заплыть. А мы туда... Плывём сюда туда? Да? А чё ты? Маленькая мусорочка. Маленькая? Очень много мусора. Дай. Попробуем. Ну, короче, очень маленькая и очень много мусора там. Ну, смотрится, конечно, круто. Заплывать туда явно не. А вот просто посмотреть, конечно, почему бы нет. О, да, ты мне очень много мусора еще. Нет. Ну да. Нет. Я в этом плане не вариант. Ой, нас волны прямо к скале. Прижимают. Папа, воним? Отплываем. Ох. 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 Опа. Отплыли. Ну, что был звук такой, пап? Обходи вот здесь. Там близко камень. Мелко, да? Да. Ух ты. Видите, как камень торчат. Вот, пап, вот этот звук, ты свист, вот, пип, вот такой вот прям. Ай. А потом я что-то шкребанул, пап, ты что-то такой был в руке. Нет, пап, мы ничего не шкребанули. Ладно, мне тогда показалось. Влад зацепил, да? А, Влад зацепил? А, ай. Не лопнул? Тогда понятно. Я на то время. О, красоты, ай. Мы заходим еще вот на такую мини-бухточку, и посмотрите, как здесь красиво. Вон там вот пещерка. Здесь вот канистра, видимо, здесь швартуются. Ну, цвет, конечно, воды по-прежнему крутой, но очень много мелкого мусора. Красота. Так, Влад забрался, хочет прыгать. Давай. Раз, два, три. Мы пристегнули его сап, чтобы не потерять. Давай. Ты видишь, что весь танец? Вижу. Дальше я буду прыгать. Пока, Влад. Попробуем, Влад, уберем холодно. Да. 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 Дальше я буду прыгать, а я не знаю, что-то в камеру смотрел. В общем, я решил тоже прыгнуть со скалы. Влад тоже второй раз прыгает, а мы идем первый. Глубоко, глубоко. Ладно, чтоб ногами соскать. Так, ну все, я полетел. А что ты в воду не опустил камеру? Да, прыжок, конечно, это было очень, очень круто. Высота, я не знаю, метров шесть, наверное. Супер. Я один раз прыгнул, мне достаточно, учитывая, что у меня сломан нос, у меня сразу вся соль попадает, здесь соль ядреная, и сразу здесь пазухи начинают болеть, поэтому одного раза мне достаточно. А Влад три раза прыгнул, красавчик. Детям помыл сливы, перекус, да, Темка небольшой? А мы сейчас отправляемся вот сюда, вот на пляж. Мы подплываем к пляжу, это, в принципе, наша и была точка, куда мы хотели добраться через все вот эти вот прекрасные скальные бухты с видом на эту высоченную гору. А вон там вот еще в лесу, где, видите, у подножия с этой палатки, вот там какое-то здание, как будто какой-то крепости. Да, Влад уже на берегу. Приплыли на берег. Здесь пустота, ну так пару людей, кто-то загорается, здесь, видимо, идут как раз через Ликийскую тропу, и такая точка, точка отдыха, бухточка. Сейчас немножко отдохнем и поплывем. Дети вон сливы кушают. Хорошо, что я взял с собой немного слив. Короче, пора устроили свое развлечение, прыгать с доски. Так, что-то потерял панаму. Панама спасена. Давай. Панама спасена. Ну-ка, чего, давай рыбой. Мы это сделали, мы приплыли. Я хочу сказать, что обратно плыть было очень-очень непросто. Фу, детвора вот сразу убежали на берег. Я искупнулся и жду ребят. Пока мы плавали, Настенка сходила в магазин, купила нам айранчики, приготовила супец. На кухне делала? Да, я здесь, я сама включила газ. Вообще, какая молодец. Кира, я тебя с этим занимаюсь. Фу, невероятно. Мы отдохнули, в душ сходили все дружно. Сейчас собрались, хотим доехать все вместе до центра, полопать мороженого, попить сок, а потом мы отправимся снова на гору Химера. Кучерняя атмосфера. Вчеролым. Мы что-то без коляски, правда? Ну ничего, очень юненько, здесь все так красивенько. Центр. Мы, собственно, изначально приехали за мороженое. Здесь всякие-всякие разные. А я еще зеленое мороженое. Да. Зарядились мороженкой. Очень вкусно здесь мороженое. Даже взяли мирошки. Да, мирошка, будешь кушать? Один сюда скушу. В прошлый раз, когда мы поднимались на Химеру, мы тогда сказали, что сюда подниматься с пустыми руками не стоит. Нужно брать с собой еду, нужно брать с собой маршмеллоу. Я сейчас зашел в магазин, купил детям маршмеллоу. Значит, мы будем жарить эти зефирки. Ну, а взрослые, возьмем бутылочку вина и посидим. Там очень прекрасное звездное небо. Но снова здесь, снова на Химере ничего не изменилось, только изменился состав. И то, что сейчас светло, тогда мы поднимались ночью. Поэтому сейчас я немножко покажу вам дорогу, что мы преодолевали, потому что когда я все подсвечил, вообще, если интересно, как здесь вот прям вечером, то посмотрите уже тот непосредственно видеоролик. Я уверен, что просто ночь умеете. В темноте, конечно, преодолевать подъем такой, это сложно. Снова заплатили за вход. 50 за всех. За Темку берут как-то в половину. 25 стоит... Нет, не 25. 20 стоит, получается, взрослый. Темка в половину. Так, наша команда. Чуть побольше. Пока подъем нечеток. Видите, вы уже камушки, в принципе, нормальные. Мы его, видите, в тапках. В принципе, нормальные. И тогда мы тоже все это дело преодолевали в тапках и сандалях. А вот дальше будет уже веселая дорожка. На мусорках здесь написан метраж, сколько нам до вершины, 800 метров. Начинается все с 950. Вот, видите, а дальше вот такие вот булыжники, такие ступени, вот когда темно. Это, конечно, весело, потому что вообще нет понимания, куда ты идешь, как ты идешь. Не видишь всей этой красоты. Вот так вот. Смотрите, вот там справа обрывы. Мы все выше-выше поднимаемся. Сейчас, если поднимемся, еще будет стло. Самому хочется посмотреть, насколько мы высоко. Все круче и круче, подъем. Это серьезно, это не просто. В темноте тогда было так темно, что мы пошли не вот сюда, прямо, а мы, короче, пошли вот сюда, направо. Потому что было так темно, что вот этой дороги не было видно вообще. Представляете? И вот там вот после кустов мы уже залазили на эту дорогу, когда поняли, что мы не туда пошли. Это я к тому, что когда здесь темно, здесь вообще ничего не видно. Вот прям просто 2 метра, и все. В темноте. Да, в принципе, сейчас было очень приятно оказаться вот просто на прямой тропинке, которая просто идет. Она, кстати, прямо у подножия вот этих, вот этого огня. Видите? И все, и мы. И мы дошли. Здесь уже прям резко становится тепло. Опа! И видны уже очаги. Здесь вот, собственно, вот эти вот еще сооружения, остатки, видимо, какого-то оптичного города. А впереди уже виднеются эти природные костры. Да. Слушайте, когда идешь в темноте, на них нарываешься, прям так освещает. А, конечно, это... Вот в светлое время это смотрится все не так. Не так прикольно. Ну просто типа они есть и есть. А вот в темноте вообще просто... Вот так вот, поэтому нужно с собой что-то брать. Например, детишка Машмеллоу. Хлеб. Там еще взяли. Взяли еще пасту шоколадную, винишко. В общем, мы сейчас остановимся вот за одного костра. Будем объедаться, а потом спускаться. И, конечно, здесь еще... Артем, у тебя упало. Покажу вам, как это все дело выглядит в темноте. Это... В темноте по-другому. Я снова иду по этой тропе. Знаете, почему? Потому что как-то так с Мироном шли и потеряли его сандаль. Новый. Обидно, конечно. Я сходил, чуть ниже спустился, где он ехал на плечах, потом я его спускал. Короче, нигде нету. Обидно, конечно. Я обещал вам показать, на какой высоте мы находимся и как поднялись. Смотрите. Отсюда видно море и видно вот деревню, где мы живем. Представляете? Да. Вот так вот мы поднялись уже второй раз. Я еще полпути спустился и снова поднялся. Я же прикольный. Вот так вот он прожаривается и вот такая красота получается. А мне пожарить? У мамы шоколадная паста. Получается, вот эта карамель на костре вот такого маршмеллоу не получается. Я его немного поджарила, поэтому он просто хлеб. Надо было долго, что-то прям такой прям зажаристый, да? Угу. Какие нравятся эти дела? Ну, он там как-то скапливается еще. А ты оставь ее там, может разгореться. Я не хочу перебить. Я не хочу перебить. Я не хочу перебить. Этот сумасшедший, бешеный спортивный день мы можем все вместе поесть. Мы заканчиваем спиде. Ну. А где Мауи? Там у нас. Чайник на сеновы, врубай. Да, я врубаю сейчас. Что делать завтра, даже не представляю. Сможем ли мы проснуться и встать, я тоже не знаю. В общем, поставь... В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду с вами прощаться. Мы сейчас идем с Владами, думаем, что будем завтра. Походу будем просто сидеть на стуле. Еще очень важно встать с кровати. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok